Евгений 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 действительно огромное количество вопросов и от зрителей Юрия Андреевича канала, ну и от моих зрителей, кто там как-то прямо или косвенно уже видел или слышал, такие интересные новости, что оказывается в роликах Юрия Андреевича стала появляться рекомендательная реклама моей программы. И казалось бы, вот канал Юрия Андреевича целиком и полностью уже долгие годы посвящен здоровью, а мой канал, который известен был как Джон Коннор, в основном альтернативной истории. На самом деле, дорогие друзья, Юрий Андреевич, меня зовут Евгений Мищенко, Евгений Васильевич, если быть полным, и мне практически 40 лет, исполнится через полгода. И уже около 10 лет я занимаюсь глубоко вопросами здоровья. Как и многие из вас, столкнувшись с рядом проблем, решил разобраться, в чем же, как же мы устроены, почему так, что 30-летний мужчина может иметь невероятные болезни, о которых раньше в советское время только, не знаю, писали в газетах для стариков, да и то в редких-редких случаях. И таким вот образом, проходя свой путь, познание тела, изучение материала, я наткнулся и на труды Марвы Варгашакова-Наганян и на канал Юрия Андреевича Фролова, досконально изучив, попробовав, прослушав, изучив и частные лекции, и приватные лекции, я имею в виду вот эти вот ваши... Именно, и инфопродукты, то есть... Инфопродукты, да, и весь канал, и большое количество стороннего материала, который мне попадался в моих путешествиях, вот интересуясь, катаясь, снимая свои фильмы по истории в разных странах, образовался некий комплекс знаний, который было бы классно до людей донести. Почему я вот так уверенно об этом говорю? Потому что тоже, проходя разные курсы и натуропатии, и фунготерапии, и оздоровительные практики, и там были какие-то совершенно безумные до употребления авиационного керосина, что, естественно, нельзя делать людям. Это дикамп керосина с шелухой грецкого ореха, понятно. Да, да, то есть это, конечно, есть вещи, которые абсолютно не рекомендуются всем и каждому. Меня зовут Галина, мне 69 лет. У меня были проблемы с пищеварением, с суставами, и, возможно, был лишний вес. И когда появилось предложение пройти курс очистки организма, я сразу его приняла. Процесс очистки организма прошел достаточно безболезненно. Постепенно падал вес, налаживался сон, с падением веса уменьшалась боль в суставах, полностью наладилась работа кишечника. Но есть некие базовые моменты, которые выборочно, вот вставив в один целый комплекс, можно быть уверенны, что подойдут, что эта процедура подойдет людям, в принципе, от 16 до 70 лет, с достаточно очень обширным спектром применения в излечении различных заболеваний. Поэтому за все это время, скомбинировав, попробовав на себе эти знания, получив от них, естественно, результат, поделившись результатом и с друзьями, и с родными, и близкими, начала образовываться вот целая программа. И, насколько вот Юрий Андреевич действительно правильно сказал, занимается таким огромным количеством дел, что это большой труд вести человека от начала до конца по процессу очищения всего организма. То есть это практически индивидуальный подход с очень важными тонкостями и нюансами. Ну да, у меня на это время нет, я сейчас эти переговоры провожу, пока консультации, это чтобы тоже люди спросить, под видео будет ссылка на индивидуальные консультации, но это в основном с серьезными проблемами, когда там, ну я так скажу, 95% людей ко мне лично на консультации обращаются по онкологии. Сейчас, конечно, это просто на первом месте, это просто так не афишируется, но это подпоголовно. И тут нужны очень тонкости, нюансы, а на остальное у меня времени не хватает, поскольку у меня, понятно, и хозяйство, и ни одной стройки, и другие направления. То я рад, что вот Евгений взял на себя такую миссию, так сказать, вот обучения и оздоровления людей, вот начиная с нуля, так сказать, с самой простой, с очищения организма. Ну вот это главное, это нужно каждому. Да, это база. Куда входит и антипроизитарная программа моя, которую, в принципе, вот я уже давно разработал, и она является просто объективно лучшей, потому что, кто не в курсе, вот буквально пару слов, что вся эта тройчатка по Семенову, это очень хорошо, травы, прекрасно, пижма, полынь там с этим перцем там или как, гвоздикой, да, гвоздикой, тройчаткой, агулу применяют, это прекрасно, но это только тогда помогает и гонит паразит, в котором в данный момент приема находится в кишечнике, а если они в тканях, а линфе, вы посмотрите, изучите, хотя бы мою лекцию, вот эту я прям дам обязательно, старую, 14-го года, 4-часовую, да, о паразитах, где основные виды, циклы, как происходит, как заражение от животных, через там зерно, неважно, так сказать, из пруда, например, шестосома, да, там, ну и так далее. В общем, это важно знать всем людям для того и потому, чтобы они понимали, вы понимали, как это происходит, чтобы просто, зная правила гигиены, простые, а я там тоже объясняю, ну, уменьшить этот шанс, а так два раза в год каждому человеку нужно проходить антипроизитарную программу дважды, потому что все равно, так или иначе, люди заражаются. Ну, и это сокращает срок жизни, это увеличивает, скажем, усиливает проблемы те, которые у них есть со здоровьем, вот, и вот чтобы этого не было, избежать снять с себя огромную проблему, пласт целой проблемы, вот их две на самом деле, которые врачи никогда, никогда практически не говорят, не исследуют. Вот когда вроде исследуют, человеку плохо, он себя плохо чувствует, а у него вроде все нормально с анализами, вот даже такое бывает часто, и тогда две проблемы, как правило, это 99% случаев. Первое, это вот наличие тех или иных паразитов, круглых, ленточных, плоских червей, разных гельминтов по-другому, или это лямли, ну, это все понятно, то есть простейший паразитарный организм, протозоидный там, либо это все-таки наличие тяжелых металлов ради нуклида в организме. Поэтому я вот всегда советую, вот когда я говорю, просто вот без введения, ну, когда человек просто хочет, там, вот, скажем, для простоты, пока хотя бы для начала, вот антипаразитарная программа месяц раз, а потом два месяца подряд курс по выведению тяжелых металлов ради нуклида в организме. На эти два курса тоже ссылка будет под видео, под номером 2 и 3. Первое, вот программа Евгения Джон Коннорова, вот такая комплексная, глобальная, пошаговая, так сказать, очищение организма и прочее. Вторым пунктом, вот то, что я говорю, просто антипаразитарная программа, третьим пунктом, это вот программа по выведению тяжелых металлов в организме. Ну, Евгений, да, продолжайте, а то я не могу. Да, продолжаем. Так вот, друзья, на самом деле, базируясь, отчасти базируясь на труды Юрия Андреевича, на его лекции, мы попытались сделать что? Совместить все эти знания таким образом, чтобы человек, проходя у себя в домашних условиях, без специального стационара, мог быть уверен в том, что он получит результат. То есть, например, очень грамотная последовательность, которую только что объяснил Юрий Андреевич, сначала надо быть уверенным, что у вас нету гельминтов. Паразиты, черви, же это фактически животные в нашем теле, потому что они представляют собой самую, скажем так, первый барьер опасностей и самый страшный барьер опасностей, который нужно ликвидировать. Это снимет уже 50-60% проблем в вашем теле. Попутно, естественно, нужно позаботиться о чистоте печени, о чистоте лимфы, о чистоте кишечника, то есть наши выделительные системы, плюс наши фильтры. Почему печень, почки всегда вылетают тоже банально просто, это же фильтры, как вот в автомобиле, что застаряется первое? Фильтр, а потом уже идет все остальное. И вот вторым шагом, вторым большим, скажем так, вторым большим курсом нужно позаботиться уже о чистоте, об отсутствии в вашем теле различных плесневых, дрожжевых грибков, те же самые аспергилиус, те же самые кандиды, которые, к сожалению, пожирают буквально наших женщин. Но от этого всего есть достаточно простой путь избавления. То есть это не годы занятий, если все по комплексному применить. И питание, это, естественно, отсутствие и патогенных, там, наших любимых сладких булочек, там, сахаров, там, чрезмерных сладких фруктов и так далее. И отсутствие высокомолекулярного белка. И грамотный подход с балансированной пищей, естественно, используя правильные, хорошие добавки, которые нужно иметь в рационе, вот, ну, практически каждого человека, здравомыслящего человека, который также можно посмотреть и на сайте Юрия Андреевича Фролова. И плюс, применяя схемы фунготерапии, прежде всего, есть такие шикарнейшие грибные препараты, которые могут абсорбировать и выводить тяжелые металлы, и влиять на развитие колоний, точнее, на уничтожение тех самых колоний грибков-микромицетов, находящихся в любых органах и тканях вашего тела. Тут важно пояснить, микромицеты – это низшие грибки, а грибы высшие, только не грибки, а грибы высшие, это как раз наука фунготерапии, наука, изучающая лечебные свойства высших бездельных грибов, начиная там от, условно, лисичек до мухоморов, веселки, там, шитаки, азиатских, российских, любых высших грибов, и которые паразитируют на деревьях, и которые растут в земле. То есть, это вот серьезнейшие, тысячи лет, это и есть традиционная медицина. Это и есть медицина традиционная. Ту программу, которую, собственно, я с своими коллегами и при помощи знаний Юрия Андреевича создал, это самая основная база, это первые два шага на пути к вашему, ну, я бы не побоюсь этого слова, абсолютному здоровью. Или как тот человек, который вчера видео у меня поздно вечером вышло на моем канале, значит, о одном последнем кавказском, на всем Кавказе, последний жрец ведический. Прожил он 157 лет, родился в 1766 году, когда Екатерина только как начала буквально 4 года править, внутри еще прошло, и умер в 1923 году, буквально на следующий год Ленин умер. То есть, ну, фактически все его... То есть, представьте, ну, вот человек, у него интерес, судьба и способности были. Он проходил очищение, голодание, 40 дней на воде в горных ущельях. То есть, как раз практиковал эти практики очищения, ну, там духовные речения, там чудо, которое он сделал, и люди еще помнят, есть те, кто видел эти чудеса, ну, и их там сыновья, дочери живы. Вот посмотрите это видео, очень интересно. Ну, вот не такие. Про таких людей мы сейчас, конечно, не говорим. Однако, да, убрать, по крайней мере, то, что главная опасность для организма, то есть, там, паразита, значит, очистить организм, снизить массу, если у кого-то она излишняя, жировую ткань, которой, конечно, не должно быть излишней массы, потому что должна быть вот крепкая мускулатура и, собственно, связки, то, чтобы человек мог ходить, бегать, прыгать, то есть, заниматься, естественно, работой. Естественно, не надо. Там вот штанги тягать, ну, не каждому это надо. Это у кого хобби такое. А, так сказать, прекрасно быть здоровым и ходить куда-то, выносливость, вот выносливость всем нужна, а сила гигантская, ну, наверное, не всем. Ну, силачам, да. Силачам, да. Или тем, кто работает на тяжелых стройках и так далее. Это функционально. Друзья, мы просто придуманы так, чтобы наше тело, оно адаптивно, да, оно подстраивается под те условия жизни, в которых мы находимся. Это прям наша великая заслуга. Но мы, прежде всего, должны быть функциональны. И наш образ жизни и наше питание должны давать нам силы и энергии для того, чтобы соображать, быстро действовать, быть адекватным, счастливым, наслаждаться жизнью и дарить эту жизнь окружающим. Поэтому это, конечно, совокупность элементарных, на самом деле, знаний, но которые, к сожалению, нам с детства либо не договаривают, либо в корявой форме, либо из-за заблуждений, там, проплаченной фармакологии, разных моментов, не будем сейчас об этом говорить, преподносят в не том свете. Это очень важно, чтобы люди поняли, те, кто не в теме. Я просто пример живой приведу. До 1992 года у нас в стране, в основном в медицине, вот, ну, понятно, что там 80% людей артериальной гипертензии, да, то есть повышенное артериальное давление, мучаются с этим многие. Лечили до этого по методике, ну, основателя учения об артериальной гипертензии на всей планете, это основатель, это академик Ланг. Тогда применялись седативные препараты, то есть начиная от валерьянки, там много вариантов было, травы, травы, ну, на которые расширяют сосуды, давление снижается, потому что кровоток улучшается. И это лечилось, причем учитывались даже фазы Луны, это официальные медицины, учитывались, вот, академик Ланг, академик, медицинская академия наук, основатель там многих направлений. Ну, а вот с 1992 года начала работать американская система. Здесь подчеркнули предатели от министерств, так сказать, и ведомств. Ну, и что началось? Гипотензивными препаратами, которые человека сажают, но не решают, они решают быстро проблему, когда надо не умереть срочно, там, это реанимация, это все понятно. Но подсаживать постоянно, это все, это как на гормоны сажать. То есть этот человек уже инвалид просто на всю жизнь, это, ну, делать категорически нельзя. Но ведь я это не про свое какое-то мнение говорю, про знание, да, кстати, некоторые, это же мне так бесит люди, которые говорят, мнение. Мнение не должно быть у человека, у человека знание должно быть. Вот я выражаю сейчас исключительно знание. Я таких примеров просто, Евгений, привел, а я мог бы еще привести десятки времени просто на это. Нет, что, когда он говорит, это же не огульные слова, что, мол, знаете, так это вот для краса сладца, или чтобы нам поверили красиво, мол, говорим, что это все, вот, так сказать, медицина, там, что-то скрывает. Ну, вот это правда. Что тогда не говорить? Теория заговора, как хотите, называйте. Но это факт. Вот таких нюансов очень много, что, видите, а анализы какие? Некоторые увеличили, так сказать, некоторые уменьшили, например, от реальных мер, которые были изначально, потому что они были рассчитаны объективно, а потом потому что видят, что, ну, там, либо на всех не хватит натуральных препаратов, либо всех тогда надо в больные записывать, а это как работать будут. Ну, короче, понятно. Ладно, давайте. Да, много тонкостей, много тонкостей, нюансов. Но вот понимаете, друзья, то, о чем мы, в принципе, все это время говорим, я думаю, что зрители, в принципе, канал Юрия Андреевича уже в курсе и имеют такую сферу понимания процессов, это имеет место быть. И на самом деле здесь очень важно, процитирую ваши слова, с вашего позволения, не быть страусом, не прятать голову в песок, а просто столкнуться с проблемой. Ну да, а то некоторые говорят, когда жить вообще не из-за чего? Да, что же это за... Или жить вообще вредно, это что за дешевая философия? Ну, наверное, люди есть, которые прожили и сто, и две, и там больше лет, ладно, пусть, но и были здоровыми людьми, по крайней мере, ну, и вы знаете таких примеров, сейчас труднее в наши дни, но возможно, но и лучше, наверное, прожить дольше, чтобы выполнить какие-то свои предназначения, чем все-таки, так сказать, не прожить. Ну, а еще страшнее, знаете, как мне наплевать на себя, я буду... Нет, дорогой дружок, у вас, наверное, есть родители, или, может быть, у вас дети или внуки, а вам на них наплевать? А вы хотите, чтобы они ухаживали за прикованной кровати, там, как годами некоторые умирают после инсульта? Так что это не ваше дело, не ваше, будьте честны перед собой, это дело общественное и вашей семьи. Так что, так сказать, что вы едите, от этого будет зависеть большая часть ваших проблем. Да, много других факторов влияет на человека сейчас в наши дни, окружающие среды негативные, очень много. У меня по этому поводу есть видео старое, 9 причин болезни, где как раз в начале, в первой четверти, я перечисляю эти 9 факторов, групп, которые приводятся в современном мире людей к болезням. Одна из них неправильная, неадекватная, нечеловеческое питание, другой электромагнитный, вот этот смог, который на первое место сейчас попал. Кстати, некоторые говорят, это все ерунда, да? Академия, то есть учебник Минина 1974 года, читайте, по как раз ВЧС-ВЧ-излучением, ну, уже 50 лет назад практически все было известно, исследования проведены, а то, что сейчас есть, этого более чем достаточно, чтобы сказать уверенно, что это однозначно онкогенный фактор, как минимум, хотя и другие проблемы. И еще существует 7. Посмотрите видео, узнаете, ну, хотите вы, я понимаю, мы даем, как бы, так сказать, оружие, орудие труда. Хотите, пользуйтесь палкой-копалкой, не хотите, зарастете сорняками, да, то есть, условно говоря. Да, и будете считать, что сорняки – это норма жизни. Вот в том-то и нет. Или виноваты все угодно, кроме вас, да, там. В общем, друзья, что мы предлагаем? Мы предлагаем вам не волшебную капсулу, которая решит все ваши проблемы, а мы предлагаем вам путь понимания процессов. И самое главное, эта программа проведет вас по этому пути. То есть, вы будете оставлены не одни, с огромным количеством информации, иногда разрозненной, иногда текстовой, иногда видео. То есть, вот, каким образом проходил этот путь, я собираю это все воедино. А где ж пошагово, поэтапно, в течение двух основных курсов, сейчас я как раз вкратце расскажу, что это за курсы, что это за курсы, и из чего они состоят, вас специалисты, мои помощники, иногда даже я, когда идет индивидуальная работа, проведу именно по курсу очищения. Причем, помимо самих процедур очищения, сейчас расскажу подробнее, из чего эти два курса состоят, вам будет предоставлена выжимка из знаний важнейших тем, о которых как раз говорил Юрий Андреевич. Это питание, это водоснабжение, это дыхание, это электромагнитное излучение, это вопросы глютена, что же такое глютен, почему его можно, там нельзя, высокомолекулярные белки, да в чем проблема, то есть, что мы мясо не едим, нам животных жалко, быть мы хищниками, леопардами, об этом, мы просто как существа по-другому придуманы, но это уже тема избитая, избитая, я думаю, что люди уже хорошо понимают. Сейчас я скажу, если хотите понять, ну не спорьте до того, как не посмотрите, если вы не в теме еще, первое мое видео «Кулыки», второе с ироничным названием «Мясо надо есть», ну в кавычках возьмем, и третье раздельное питание. Посмотрев эти три видео, разумный человек просто поймет, как он был неправ. А если вы, посмотрев эти видео, сможете аргументированно возразить и доказать, что я неправ, ну я готов на любые, за это, миллион могу рублей дать, пожалуйста. Ну, серьезное заявление, друзья. На камеру. Я до сих пор еще не встретил ни одного человека, кто бы аргументированно доказал наши «Кулыки», которыми можно только женщину покусать про и страсти. Клыченки, бем-бем. Для фунтов овощей созданной. Ну, апельсины отковырнуть там, да. Ну, яблоко погрызть, морковку в крайнем случае, да и только отарежьте. А назвать-то можно как угодно. Нет, но вы видео посмотрите «Кулыки» и поймете, где я все аргументированно показываю там. Я доказываю. Добрый день. Недавно мы с женой прошли курс оздоровления по Джону Коннору. Замечу то, что мы с женой только что преодолели 60-летний рубеж, и достаточное количество наших друзей, они уже ушли в мир иной. Именно по той причине, что, ну, неправильно питались, злоупотребляли алкоголем. Самое основное, то, что, допустим, диабет, давление, простатит, артрит, папилломы. Я до этого не знал методов, которые могут за такой короткий срок, а прошло всего два с половиной месяца, чтобы внутренний жир за такой короткий срок ушел. Мой вес убавился на 10 килограмм с 94 до 84. У жены на 8 килограмм. Второй этап на выходе уже после антипаразитарной программы. Еще мы потеряли вес я 5 килограмм, жена еще потеряла килограмма 3. Ну и сейчас мы фактически ощущаем себя молодыми людьми. Нам пришлось купить новую одежду. Тяга к алкоголю, вот лично у меня, она абсолютно исчезла. В общем, друзья, в итоге по всем вот этим знаниям в течение двух курсов будет дана выжимка и краткая информация, чтобы пройдя сам курс, вы не только получили результат очищения тела, снижения лишнего веса, там, где есть лишний вес, или дополнение, пополнение, восстановление правильного веса, где идет недостаток, ну то есть у чрезмерных, чрезмерная худоба, дистрофия и так далее. Восстановление, ну и понимание процессов, ведь чисто не там, где постоянно чистят, а там, где не мусорят. То есть фактически мы попытаемся вам объяснить логику, что с вами произошло, почему у вас отлетела печень, почему проблема с поджелудочной, почему ожирение вдруг попало в вашу жизнь, и почему это не наследственные болезни. Они, конечно, есть, но это ноль-ноль-ноль, это целые процессы, когда у вас третья рука, извините меня, появилась. Вот это наследствие генетическое отклонение. А так, количество тех вещей, которыми нас кормят в виде наследственных заболеваний, это количество тварей мамы-носителя, папы-носителя, по факту переданных проб. Ожирение – это всегда питание. Или приобретенное в процессе жизнедеятельности. Так вот, два курса, как я уже сказал. Друзья, ссылочки, кстати, будут в описании, еще раз напомню, прямо под этим видео, первые ссылочки, Юрий Андреевич Франков. Из себя представляет, и записаться, и захотите. Да, там очень легко. Значит, по ссылочке вы переходите, вводите ваш номер телефона, чтобы вы были в системе, с вами была обратная связь. И дальше к вам приходит видео программы «Телеграм-бота». Информация с вариантами прохождения курса, какой вам курс нужен, первый, второй. Давайте поясним, бот – это не вирус, это не страшно. Да, это программа. То есть бот – это просто некий робот, который помогает, скажем так, просто говоря, тем, кто будет смотреть, не понимает, что это такое. Да, а «Телеграм» – это платформа, такая же, как, например, «Ютюб», где возможна коммуникация и общение между людьми. Итого, по ссылочкам будет предоставлен доступ к платформе «Телеграм». Это мессенджер для коммуникации, текстовых файлов, обмена видео с общением, и где уже прописан скрипт, некий принцип, процесс введения и предоставления информации в нужной последовательности. Вы записываетесь, выбираете нужный вам формат, попадаете на сам курс. Естественно, перед самим курсом вы заполняете некую анкету, чтобы мы понимали, какой у вас вес, рост, какие проблемы у вас уже есть. То есть программа, она имеет обширный спектр действия, но она все-таки индивидуально подстраивается под того человека, кто записывается. Таким образом, у нас есть шанс избежать банальных ошибок. Ну, то есть, грубо говоря, не сидеть 20 дней на марве, человеку, у которого и так веса нету, и которому и так вот он нечего терять или не пить количество там… Ну, то есть программа разделяет людей на группы определенные. На группы, да. Понятно, что это не такая индивидуальная работа, как вот врач сидит напротив кресла, который может почувствовать что-то, это понятно, но это не… Но это все-таки уже, так сказать, то, когда можно разделить людей и точно не ошибиться в главном. В дозировках. Да. В последовательности процедур. И самое главное, в тех советах, которые нужны человеку прямо сейчас. Например, когда вот, например, проблемы с печенью, гипотония, гипертония и так далее. То есть, что нужно сделать первым делом, чтобы уже стало легче, а дальше уже довывести тех паразитов, почистить ту печень, вывести тяжелые металлы, которые мешают. А вы знаете, люди некоторые даже наверняка уже не досмотрели и злобе закрыли, скажут, а кто вы такие? Ну, мол, ну ладно, некоторые, кто не в курсе. Ну, скажем так, это вообще. А как медицина к этому относится? Вы, мол, от себя тяну говорите или нет? Вот расскажите пару слов про это. Здесь, кстати, друзья, у меня есть очень хорошие новости для всех и в особенности для тех, кто вот сейчас так думает. Это самый распространенный вопрос. Ну, конечно. И до, наверное, скажем так... Развелось блогеров. Сезона зимы этого года мне часто его задавали. А какое у вас образование? Откуда вы берете эти знания? И, конечно же, мне приходилось рассказывать о том, что эти знания это совокупность знаний профессиональных дипломированных специалистов, которые изучали эти труды на протяжении 40 лет, работали в медицинских учреждениях. И вот ссылки, журналы, статьи. Но мы пошли дальше. Мы решили на такой достаточно ответственный шаг пройти проверку в Ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации. И марта, по-моему, 18 марта 2022 года мы получили официальные документы из этой ассоциации о том, что весь курс, о котором я вам сейчас рассказываю, был пройден, был проверен. Он имеет место быть, он доказательно с точки зрения медицины существует, то есть они подтверждают все эти полезные действия. Рабочие курсы, в общем. Да, все эти рабочие курсы. И он даже рекомендуется к распространению. Я пришлю Юрию Андреевичу в голову вот эти документы, распечатки, соответственно, можно будет здесь их положить, показать. И теперь, вот когда меня спрашивают, а какое у вас образование, какое вы право имеете говорить, я говорю, знаете, вот у меня специального медицинского образования, я людей 7 лет в медучреждениях не резал. У меня есть свой опыт, своя практика, но у более чем двух тысяч, у организаций, где находится более двух тысяч дипломированных врачей Российской Федерации, у которых есть естественное образование, у них есть подтверждение и рекомендации того, что те знания, о которых я вам сейчас рассказываю, они работают, они действуют, они безопасны, они полезны прежде всего, и они приносят. То есть то, что было и так понятно, известно давно и даже веками, если говорить про отдельные методики, разделы в этих методиках, то теперь это просто официально документами медицинскими подтверждено, и это может закрыть рот любым злым, наглым, хамливым гражданам. Ну, либо же мы имеем дело с, как говорится, эволюцией, природный отбор. То есть кто-то должен это услышать, кому-то не суждено. Ну и да, интересующийся, пожалуйста, ответ уже дан. Так. Ну и так вот, в итоге, о чем же мы говорим, что же это за программа? два курса основных, больших. Первый курс, два с половиной месяца. Его основная цель, убрать из тела, почистить кишечник, прежде всего, нижние слои, и как бы все сферы кишечника, да, почистить лимфу, почистить печень, и самое главное, тонкий, толстый, да. Значит, и самое главное, убрать риск заражения гельминтами, причем не только половозрелыми особями, которые, как говорил, Юрий Андреевич Фролов, можно убрать и травами, содержатся они в нижних отделах кишечника, но и даже цисты, то есть, сами как бы зародыши этих животных. с определенных видов гельминтов, чтобы не было цикла развития, например, по острицам. Верно. И здесь мы как раз используем программу Юрия Андреевича Фролова, которую он впервые предоставил, программу фунготерапии, используя такой важный ингредиент, как хиномонозок, содержащийся в лисичках. Но там целый комплекс, то есть там комбинация. Это не только отдельно лисички, друзья, и не в пищу жареные и вареные. Это тоже важно понимать, что это должен быть экстракт сухой, на чистый кишечник, при хорошем питании, в комбинации с другими фунгопрепаратами. Это полученный лабораторным путем препарат, который нельзя в домашних условиях сделать, по крайней мере, просто. Надо очень заморочиться и просто этим никто не будет заниматься. Да, верно. Поэтому здесь именно предоставлен комплекс, который поможет вам все-таки получить такой результат. И вот первый курс, он состоит из четырех основных этапов. Вкратце проговорю и будем уже закругляться, чтобы, опять же, не затеять. Первое. Сначала мы предварительно чистим кишечник. Потому что в кишечнике это 90% ваших проблем, друзья, это все. От засоренных вот этих вот сосочков, которые лимфу выводят, грубо говоря, до развития, до среды обитания и бактериальной, патогенных бактерий, и как грибница низших грибков, и червей. То есть там просто мусор, там каловые камни. Если вы когда-нибудь видели, как вот в гугле, грубо говоря, делают зондирование, вы будете в шоке. Что там может быть? Сначала вот эту всю массу нужно почистить. Опять же, здесь срабатывает наш индивидуальный подход. То есть мы делим людей кому сколько дней, чтобы не пересидеть, не переборщить. Это употребление трав, сбора, который, опять же, продается на сайте Юрия Андреевича Фролова, промывание кишечника, и дальше идет важный процесс восстановления микрофлоры, ну или макробиома кишечника, да, микробиома кишечника. Восстанавливаем, поддерживаем. Выходим на второй этап. Внимание, друзья, второй этап очень простой, но очень важный. Это дополнительное питание, накорми свое тело, называется, да, для нашего иммунитета. То есть важнейшие инструменты, чтобы, скажем так, накормить иммунитет, потому что у современной медицины есть два способа, да, нераспространенный мы кормим иммунитет, и распространенный мы его бьем, кидаем в него штаммы бактерий, чтобы он из всех последних сил, вот этот бедный, несчастный иммунный клетки пытались, как Гитлер Юрнген, фактически тоже цитирую ваши слова, сражаться с теми паразитами, которые есть в теле человека. Здесь же мы идем по очень легкому и правильному пути. Мы даем пищу вашему организму, чтобы тело регенерировало, восстанавливалось, и самое главное, это высоко, скажем так, не то, что высококалорийная, а пища, которая практически полностью усваивается. Это не только огурцы, помидоры, каша и так далее. Это прежде всего ценнейшие витамины с ценнейшими свойствами, разобранные аминокислоты. То есть это комплекс продуктов, фактически самых ценных продуктов, которые есть у сайта в нужное время после восстановления макробиома кишечника можно употреблять, чтобы получить хороший подъем сил, энергии в восстановлении манитета. Ну и плюс пару-тройку легких процедур, таких как однодневное сухое голодание для разгрузки поджелудочной железы, чтобы она наконец-таки у человека отдохнула, чтобы процессы пищеварения восстановились. Это чистка с использованием чеснока, очень легенькая, с поднаблюдением, соответственно, моих специалистов и так далее. И много-много полезной информации, которая помогает вам уже после выхода из чистки кишечника, понять, так, чем же теперь питаться, если мясо нельзя, что чем нужно заменить, где что содержится, то есть информация, которая будет вас вводить в курс дела. В итоге мы плавно подходим к третьему этапу, самый важный этап, где мы используем фунгопрепараты. Это знание фунготерапии, друзья, это онкология, это древнейшие знания, которые использовались многими людьми, но только еще пока до создания Ютуба не были так популярны. Соответственно, наш первый сет фунгопрепаратов воздействует положительно на гепатоциты клетки вашей печени, восстанавливает вашу печень, выводит гельминты, цисты гельминтов, влияет, положительно влияет на уничтожение патогенной микрофлоры. И все это в комплексе, это целый месяц, это самый легкий, но самый важный и самый ответственный этап. Вы просто употребляете определенные фунгопрепараты, следите за питанием, раз в неделю проходите легкий процесс очищения с применением, соответственно, вот этого ингредиента, хитозаном, для восстановления микрофлоры и получаете свои результаты. За время вот третьего этапа у многих людей пропадают хронические заболевания, уходит лишний вес еще на первом этапе, причем даже до 15 килограмм за две недели, это шикарнейшие результаты, когда за 14 дней можно потерять 15 килограмм лишнего веса, только там, где он лишний. Восстанавливаются микрофлоры, пищеварение, уходят покраснения, прыщи, плохой запах тела, идет облегчение с такими серьезными симптомами, с заболеваниями, как подагра, диабет второго типа, реально можно снизить количество внешних источников, там, инсулина. Второй тип лечится легко, если человек перестает употреблять сахара, если человек перестает глюкозу, фруктоз, сахару, даже натуральный, то есть некоторая ошибка делала, думаю, ну, сахар, рафинат не буду, а фрукты будут, не, не пойдет. Вот если хотите, гарантирован, недели за три, это предел, больше не может быть, то вот если это будет точно, если вы уберете съедаем их вами за этот день из всех, вот тогда, да, ну, это вот отдельная уже тема. Еще хочу просто сказать, что если проблемы у вас, например, такие, не просто дисбактериозные какие-то состояния, хотя это, ну, Сибор, синдром избыточно-бактериального роста, и еще синдром дырявого кишечника, вот эти все проблемы, то бактерии Эвита, уникальная еще советская старая разработка, вообще посмотрите мою лекцию с синдромом дырявого кишечника, и вот вы поймете, от чего это бывает в наши дни, какие факторы надо убрать, чтобы снизить вероятность этой проблемы, этих синдромов, ну, и, соответственно, вот как восстановить, даже вот дети грудные, есть даже отравление сильное, флакон, даже два можно, насколько он безвреден, и проходит даже сильнейшее отравление, ну, и, естественно, восстанавливаются, это фактически есть симбиотические пропионовые бактерии, вот, ну, а наряду с тем, что если еще применять гельсорбент, который является пищей для, ну, это происходит очень быстро, буквально там, за считанные дни можно колоссальные проблемы убрать, и были у меня видео, когда рассказала одна, поехала к рабу, что ли, где-то на раков, ну, на Кипре креветок поела, а у нее, говорит, знает, ну, а там тяжелый металл, если хоть малейший, у нее сразу, она ее осыпала, ну, она там сорбенты кое-какие приняла, и, в общем, все наладилось, но это частность, люди по всем по-разному реагируют все, у людей много, тысячи нюансов, и совокупность этих тысяч или сотен дает совершенно разные всегда комбинации, у одного может получиться завтра, позову, у другого чуть позже, но вот общие вот эти методики для 95% как минимум людей, они всегда действуют и будут действовать, потому что если правильные меры, они обязательно дадут результат рано или поздно, но если ничего не делать, то, конечно, организм штук крепко, он будет все внутрь откладывать до поры, до времени, держаться, да, а потом, как снежные комы, дальше что-то непоправимое, лучше не терять время, не, так сказать, как страус, да, в песок голову не засовывать, проблемы есть, но бояться их не надо, надо просто делать, первое, это отсутствие знаний, две проблемы нашей, главного общества людей, отсутствие знаний, ну вот, а второе, это лень, то есть если уж знания есть, ну а потом человек отговаривается, а я там завтра, постзавтра, или лучше не жить, и там это глупость начинает говорить, ну тогда ему уже будет хуже в итоге, лучше нет, да, лучше, чтобы было лучше, но для этого надо, во-первых, понять, осознать, что это есть такие проблемы, но второе, что их можно решить, и третье, вот есть путь, по которому можно пойти, который, ну, мы уже пройдем тысячами людей, и они, эти люди подтверждают на практике, то есть то, что вот есть теория, чем от гипотезы отличается, теория, это гипотеза, подтвержденная практикой, поэтому, коль практика есть, факты, и вот осталось только документально, документально засвидетельствовать, в том числе, медицинскими, так сказать, сферами, да, я вот тоже, кстати, и в том числе, по образованию еще и фунготерапевта, то есть специалист по как раз в лечении высшей бездельной грибой, помимо, что я там биолог и прочие узкие специализации, вот потому что мне пришлось это сделать, хотя по сути, по факту, ничего не изменилось от этого, ну, я имею в виду, де-факто, де-юре только, ну, а так, поэтому вот имейте в виду, ну, а что такое медицина, ну, что ж, и современная медицина, жизнь необходима в какой-то мере, зубоврачебная, хирургия, травматология, и про, тут нет вопроса, что касается терапевтов, это вот большая беда, особенно вот то, если раньше, в советское время этим занимались, очень серьезно, предупреждением болезни, то сейчас, то сейчас, искать дело рук утопающих, самих утопающих, поэтому вот, я и говорю, самый главный предмет, я изучал, когда биологию серьезно, со старых времен, советские, со школьной скамьи, я всегда говорил, что в жизни может пригодиться, вот многое не пригодится, что мы изучаем, но биологию знать, это знать свой организм, как устроить, это жизненно важно, много маленьких видео, которые, собственно, говорят вот какую-то конкретику, но всегда отсылают человека для его изучения к более детальной информации, ну, многие ленятся, не хотят, но это их проблема, а кто захочет, изучайте, курс Евгения, он даст, как бы сказать, вот этот вот базовый, кто болен очень серьезно, какими-то серьезными заболеваниями, не дай в их онкологии, там другая тема, уже другие совершенно нужны, меры срочные, как раз, когда мы говорим, человек попал в реанимацию, вот такие меры, они другие, это вообще две разных медицины, кстати, реанимация и обычная медицина, вот тут то же самое, когда мы говорим, в общем, ни шатка, ни валка, вот ожирение, что-то диабет второго типа, там и так далее, плохо, усталость, вялость, то вот этот метод очень хорош, вначале пройдите его. Да, да. Огромное спасибо тебе, Женя, за то, что в течение всего курса есть полное ведение, сопровождение, консультации бота, консультации, консультации людей, которые консультируют в чате, в боте, очень важно, всегда успокаивает, всегда понимаешь, что ты правильно движешься, лекции, которые ты присылал из Ютуба, различные фролов и прочие люди, очень интересно, сам бы никогда бы не нашел, никогда бы себя не заставил это посмотреть, никогда бы не заставил попробовать программу, очень хорошая штука в плане дисциплины. И самое главное, друзья, почему это все работает? Не потому, что мы нашли какой-то один волшебный ингредиент, а потому, что мы, используя, можно сказать, законы или коны, основы нашего существования, то есть, живем по природе, как мы устроены, мы помогаем нашему организму осуществить самоисцеление, то есть, мы ему не мешаем как раз нашим патогенным питанием, а наоборот, способствуем, очищаем системы, помогаем восстановиться телу, то есть, мы ему даем редкий шанс, когда наше могучее тело, которое работает вообще на запредельно просто космических технологиях, способно взять и в этот короткий период почистить себя, восстановить, регенерировать так, чтобы были доступны нам долгожданные результаты. Ну и, наконец, четвертый этап, когда вот мы после курса фунготерапии уже приходим к финальному очищению, здесь мы уже как следует чистим кишечник, то есть, уже выбрасывая все то, что потравили, грубо говоря, высшие грибы, всех вот этих тварей выводим, выбираем мусор, скидываем лишний вес, если он остался и так далее, опять восстанавливаем, микробиом кишечника, начинаем заниматься уже усиленно правильным питанием, используя, опять же, современные все последние достижения в области и биодобавок, и ценных продуктов, и органических продуктов, и спустя неделю, две, хотя на самом деле уже в процессе первого курса, первого этапа, в течение первых десяти дней вы уже будете ощущать и легкость, и энергию, и улучшение кожи, ну вот как у меня, не знаю, вдруг детство вот очень хорошее, он меня просто знает совершенно по другим сферам, и у него лишний вес, и вот он раз в два года пройдет программу, такой, ой, Женька, как все классно, как я себя чувствую, 20 килограмм скинул, а потом понеслось, а потом он такой, ну вот чуть-чуть жена приготовила, ну здесь с друзьями поехали на дачу, ну здесь, опять настало время, вот я долго не был в России, опять же тоже занимался делами, вернулся в Москву, вижу, боже мой, говорю, Димка, что с тобой, он говорит, да я что-то заболел, давай на курс, давай на курс, все, сел, десять дней без еды, и он и бегает, говорит, я столько работать стал, я же тебе говорю, Дим, так вот, Дим, привет тебе, если видишь этот фильм, я говорю, так вот смотри, это знание, просто у тебя есть два варианта, либо ты каждый год будешь это по кругу делать, либо ты один раз стилаешь и продолжишь это сохранять. Я говорю, знание, он же уже знает, коль ему лучше становилось раньше, а второе что, я прав, лень. Ну, лень, да, плюс слабость, знаете как, окружение еще, Юрий Андреевич, окружение, вот чем больше людей ведет вот эту программу, счастливыми людьми, которые богаты и духовным, и физическим миром, тем больше мы будем друг друга поддерживать этим, поэтому, конечно же, у всех у нас есть слабость, но чем больше мы будем делиться этими знаниями, распространять их, принимать их, проводить через себя, тем больше вокруг нас будет здоровее будет, здоровых, нормальных, счастливых людей, а ведь там, где здоровье, здоровье, там есть счастье, там есть и порядочность, там есть развитие, перспективы, достижения большие, поэтому, дорогие друзья, здоровым теле, здоровый дух не будет, здоровым теле, Здоровый дух 100%. Это как вы относитесь к себе, так вы относитесь и к жизни, и к окружению. И это очень сильно, даже с энергетической точки зрения, ведь наверняка есть люди, кто занимается энергией. Да, еле ходит, еле живет. Ну, о каких высоких сферах он будет думать? Ну, будет, может, но как коллега думать, но это уже совершенно другое. А как можно заниматься йогой, когда вы гамбургерами питаетесь и пьетесь с друзьями? Это вообще о чем вы говорите? Или вы великий шаман, который с друзьями по праздникам водкой бухает. Ну, какие там могут быть энергии, друзья? Не смешите мои волосы. Я попробовал в этом мире много всего, и я знаю, в чем ошибка каждого из них, и как их можно раскрутить. И даже вот, грубо говоря, рассказывая вам об успешных результатах, один из величайших шаманов, там, практиков, айуаски, процедуры, не мог избавиться от псориаза. Как только начали с ним проходить программу, посыпались черви на третий день, а на второй месяц стали проходить вот эти вот, как бы, проявления пятен на коже. Хотя человек работает с энергиями очень давно и очень долго. Это проблема многих тех вот этих людей, которые все в энергии уходят, забывают о теле, думают, что все от энергии, они, так сказать, вот... Знаете, а это подкупает тех, кто хочет все бесплатно на халяву, на грош пятаков, понимаете, купить. Вот это вот... Ну, не бывает халявы в жизни, что посеешь, что и пожнешь. То есть, это, соответственно, понимаете, о духовном, забывая о теле, да никогда вы силой мысли червей не выведите и так далее. Это нужны определенные физические воздействия, понимаете, вещества. Ну, вот, ну, собственно, наверное, вот и все, да? В балансе, в балансе, дорогие друзья. Ну, и напоследок, несколько наших достижений. Вот прям честно порадуюсь. Вот мы с Юрием Андреевичем еще только что поговорили. Говорят, Евгений, у вас есть семья? Вот у меня лично пока семьи нету. Это, конечно, момент, но это тема другого. Те ролик, друзья, это даже не ролик, а моей личной жизни. Но мне очень приятно понимать, что у меня за спиной четыре пары, к которым было приписано официальное бесплодие. И после прохождения курса, ну, двух курсов, я так скажу, у них есть, у каждой пары есть по ребенку. То есть четыре человека пришло в этот мир благодаря тому, что они просто почистили тело. Восстановилась половая схема, регенерация внутренних органов произошла. Нет вот того количества тварей, которые пожирали ваши ресурсы. И я не буду уже долго перечислять такие вещи, как геморрой, простатит, дерматит, акне, псориаз. Что у нас там еще есть? Диабет второго типа, естественно, различные проказы. То есть вот это, понимаете, друзья, если вкратце подытожить, то 99% заболеваний, которые есть в теле человека, имеют под собой пять важных факторов. Первые четыре фактора – это паразиты, одним словом, то есть гельминты, бактерии, простите меня, грибки, микромицеты и вирусы. И пятый – это тяжелые металлы, радиомуклиды, все неорганические соли. Вот мы даже воду, когда минеральную пьем, мы думаем, о, минералы, это же хорошо. А там по факту камни. Ну, то есть мы фактически заселяем вот те самые, кальцинируем наши почки и печень и так далее. Если банально разобраться, почему обратный осмос полезен, как его обогатить, например, органическими минералами, это те знания, которые в совокупности дадут вам хороший результат и помогут вам содержать свое тело в здравии и в порядке. Итак, ну что, будем закругляться, да? Я думаю, мы будем закругляться, друзья. Напоследок лишь скажу, для тех, кто, скажем так, боится, что, ой, боже мой, как это надо выделить два месяца свободного времени, а вдруг я не справлюсь? А тогда никогда ничего не выделите. Это надо либо взяться и решить шаг сделать, либо никогда ничего не выделить. Во-первых, просто достаточно сделать первый шаг. А во-вторых, друзья, я сам житель большого города, у меня нет времени сидеть, вот даже собирать ту же самую душицу. Я хочу сделать все быстро и сразу. И мы постарались подобрать уже оптимальное соотношение всего, что нужно, чтобы у вас было в пакете среди ингредиентов, которые вы получите. То есть вы не будете по отдельности покупать все вот эти, например, травы, витамины и так далее. Есть уже целый собранный пакет, который предоставлен на сайте Юрия Андреевича Фролова. Ссылочки в описании. Вы просто переходите, нажимаете кнопку купить, и вам приходит, во-первых, все, что вам нужно из ингредиентов для этого курса. Во-вторых, все процедуры построены таким образом, что вы можете совершать их в домашних условиях. Не в специальном пансионате, стационаре, без надзора, специально обученных людей. А если даже у вас возникнут вопросы, сомнения, какие-то сложности, в том самом чат-боте, который в Телеграме, то есть мы уже выяснили, что это не вирус, верно? Вы можете написать, типа, друзья, вот здесь у меня что-то закололо. Ой, а здесь у меня что-то, я не разобрался, что значит вот здесь нужно, два литра делать или полтора, или две капсулы принимать или три. И вам живой человек, то есть мой помощник, ответит на эти вопросы и поможет разобраться. То есть вы не будете одни. Мы специально для этого и сделали этот курс, чтобы не постоянно в каждых роликах рассказывать одно и то же и про воду, и про высокомолекулярные белки, а чтобы у каждого живого, разумного человека была возможность от начала до конца пройти, получить базу, которая уже избавит вас от 60% проблем. Если остались, есть второй курс. Проходите второй курс, уходят кожные заболевания, еще процентов 30 проблем. Если все равно что-то осталось, записывайтесь к Юрию Андреевичу, Фролова на консультацию, проходите, когда серьезно, онкология, особенно если уже крайних степеней, когда нужны совершенно другие комбинации, экстренное внедрение, сверхдозы, то есть нужен индивидуальный подход, и уже разбираете. Но это все возможно. И самое главное, эта информация, вот это как, знаете, как буквы русского языка, благодаря которым мы с вами можем говорить, верно? Вот это тоже самые буквы, чтобы вы понимали, что такое белок, что мы белок не употребляем, нам аминокислоты нужны, друзья, мы не можем строить фрагмент курицы, чтобы был фрагмент Евгения Мищенко или Юрия Андреевича Фролова, верно? Нам нужно разобрать, и как все эти процессы простыми словами, не медицинскими, не научными терминами, а простыми, как Юрий Андреевич Фролов рассказывает в своих лекциях, на которые мы, естественно, ссылаемся в своих уроках и так далее, мы рассказываем, как это все устроено в нашем теле, чтобы вы на кухонном языке хотя бы могли объяснить своим детям, родным, близким и применять это все в своей жизни и здоровье. Зашла я на программу в январе месяце, проживаю в Израиле, в сентябре еще месяце я весила около 90 килограмм. До этого были попытки лечиться, очень тяжело было, обратилась здесь сначала к эндокринологу, эндокринолог предложил отрезать желудок, чтобы много не кушать. Ой, выйдя из кабинета, решила, что нужно самой себя, наверное, спасать. Сейчас где-то уже полтора-два месяца, как я вышла с программы, 68 килограмм вешу, нет отечности, нет сахара, нет давления. Не знаю, это нельзя словами описать. Все спрашивают, а что ты такое делаешь, почему ты так светишься, почему тебе так хорошо, почему ты такая легкая. А мне правда хорошо и легко. Так же, дорогие друзья, я, наверное, будем заканчивать, чтобы дать не переговорить информацию. Очень много уже, немногие досмотрят. Я желаю вам лично здоровья богатырского, потому что в то время, когда у нас сейчас, знаете, вот как бы казалось бы весь мир, ну якобы весь мир, на самом деле это далеко не так, это только европейская его часть, ополчился против русских, у нас сейчас самое лучшее время объединиться, взять свои знания, поделиться ими самым ценным, что у нас есть, и самое главное, уделить внимание своему здоровью. Это лучшая сфера, куда, безусловно, стоит вкладывать время, деньги, ресурсы, потому что если есть здоровье, будет все. Ну вот я это так искренне считаю. Будет возможность и работать, и семью создать, и бизнес поднять, и попутешествовать, и все, что вы хотите сделать, возможно, когда у вас есть здоровье, когда вы счастливы и находитесь в здоровом, крепком теле, вы функциональны и наслаждаетесь этой жизнью. Привет, друзья! Меня зовут Влад. Я вместе со своей девушкой и ее отцом прошел программу уже не по оздоровлению. И даже мы с Лизой, хоть являемся уже более двух лет веганами, заметили разницу до и после. У нас улучшилось настроение и общее самочувствие, стало больше энергичности. Но самое главное, это то, что произошло с нашим отцом, потому что он за первые три дня сбросил около 10 килограмм. А в итоге, по прохождению всей программы, скинул более 20 килограмм, и до сих пор его вес продолжает уменьшаться. Я хочу порекомендовать ее всем, у кого есть проблемы со здоровьем. Если у вас есть усталость, головные боли, любые какие-то недуги с вашим телом, они излечимы. И нет, наверное, лучшего способа, как просто взять и вычистить все, что не нужно нашему организму. И также хочу искренне поблагодарить Женю и его команду за такой большой комплекс знаний и практик, собранных воедино. Вы, ребята, действительно меняете жизни других людей. Благодарю вас. Да, ну что ж, тогда на этом, пожалуй, действительно все. Все ссылки, о чем мы говорили, будут под видео. Запутались? Не волнуйтесь. Просто нажимайте под роликом в YouTube слово «Еще», открываются ссылки, и вы пошагово смотрите внимательно все пункты сверху вниз. Все, что вас будет интересовать, нажимаете, и будете получать более подробную информацию, либо попадать на ту страничку, где конкретно, как говорится, не думая уже, вот есть этот курс, этот набор, это видео. Ну или если будут, например, вопросы, прям под этим видео пишите. Ну в чате пишите. Да, в чате я с разрешением Юрия Андреевича, соответственно, просто со своего аккаунта буду отвечать, чтобы вам помочь, чтобы запросы вы точно уж не запутались. Да, хорошо. Ну, отлично. Да. Я благодарю. Давайте, так сказать, рад тоже видеть. И вам всего хорошего. Всех благ, друзья. Всем привет. Меня зовут Таисия, мне 38 лет. На данный момент я сбросила 11 килограмм, ношу 42-й разный номер одежды, полностью поменяла свой гардероб. Я этому безумно рада. Просто передать словами не могу, насколько это здорово, потому что я считала, что уже невозможно вернуться в прежнюю форму. Я переехала в прошлом году из Москвы в Сочи, и у меня на коже образовались какие-то пятна. Одно, второе, и, в общем-то, начали они появляться. Естественно, я обратилась к врачу. Первый врач мне сказал о том, что у меня есть какая-то бактерия. Также у меня появилась здесь аллергия в Сочи, различные цветения. Следующий врач мне ставит диагноз рак лимфосистемы, потом мне сдаю анализы, потом мне опять ставят диагноз красная волчанка, потом мне ставят диагноз клеродерма. В общем, убегаю по врачам бесконечно. В итоге очень вовремя в мою жизнь приходит эта программа, инструкция к эксплуатации тела человека. На данный момент пятна мои практически прошли. Невероятная динамика. Я сейчас буду заходить на вторую. Дочищу еще до конца. Шикарный бонус в виде стройности, в виде того, как я сейчас выгляжу. Люди, которые встречают меня на улице, не видели там два месяца, полтора месяца, говорят просто что-то невероятное произошло, это колоссальные изменения. То, что я помолодела лет на 10, то, что я выгляжу шикарно, это приятно слышать. Прошел синдром менеджера, это состояние тревоги бесконечное. Ничего не беспокоит от слова совсем. Очень много сейчас можно говорить, что происходит, я сама не могу в это поверить. Я сейчас каждый день встаю, смотрю на себя в зеркало и удивляю. Это я. Женя, огромное тебе спасибо, тебе, твоей команде за такой замечательный шанс. Просто изменить свою жизнь, поправить свое здоровье, чувствовать себя хорошо и просто забыть про все болезни, про все варячки и просто радоваться, наслаждаться жизнью и чувствовать просто энергию и добро повсюду. Спасибо большое.